Привет всем! Вот так вот у нас зацветают цинии. В основном вот эти вот оранжевые. Есть вот такие вот пышные. И распустился первый георгин. Петунии вот так вот вовсю цветут. А пчелки с самого утра уже носят мед. Такой запах, аромат нектара целыми днями у нас на пасеке стоит. Вот так вот выросла ипомея и уже начинает распускаться. И цветет вербаскум. Пчел столько здесь гудит. Есть такой как больше фиолетовый оттенок. Есть больше розовый. А есть вот такой вот белый. Пчелке вот он нравится. Начинает распускаться и гелиотроп. Такие вот большие пышные шапки будущего цветения. Вот такой вот большой в этом году вырос куст амаранта. Здесь растут четыре растения. Но еще пока он не цветет. Кукуруза тоже зацвела. Такие вот метелки. Каждый день ее хорошо поливаем. Потому что растений в этой лунке растет много. Воды примерно по ведру. Любит кукуруза влагу. Лук который растет на гребнях. Тоже в принципе вот такой вот зеленый. Некоторый зацвел. Но совсем немножко. А так в принципе посмотрим какой будет урожай нашего обычного домашнего лука. И вот такой вот подсолнух цветет. В этом году совсем небольшой такой. Невысокий. Сухо. До этого было холодно. Поэтому такой вот красивый тоже в целом такой подсолнух. Много мелких таких подсолнушков. А не с одной такой большой головой. Ну картошка цветет. Вот такое вот цветение. Это наверное белый какой-то картофель. А где с таким фиолетовым оттенком цветет? Это красный наверное. Здесь вот укоренили усы. Надо будет опять браться. Новые подросли. Укоренять тоже их. И вот такая вот ягодка эта. Кимберли. Ну так как она в этом году только посажена. Конечно урожай небольшой. Но видно что ягода крупная. И пробовали она сладкая вкусная. Горох вот такой вот огромный вырос. А здесь который пониже. Вот уже собираем. Такие вот горошины. Один вот какой-то такой вот поменьше. Другие вот горошины. Здесь когда они подлиннее. Вот этот вот. А есть вот этот вот фиолетовый горох. Его больше всего. Такие у него фиолетовые стручки. Может в принципе тоже они. Ух ты. Поспели. Такие вот большие фиолетовые стручки. И цветет он таким вот как. Лук оксибишен подрастает. Дальше покажу. Там на другой грядке тоже лук. Здесь кто-то сломал луковицу. А это красный лучок. Тоже вот начинает. Видно что почва трескается и растет сама луковица. Морковку совсем не поливаем. Только дождем. Ну так редко-редко. Чтобы она тянулась за влагой и была длинная. В принципе морковки особо-то. Как бы ей вроде бы влаги и хватает. Не надо дополнительно. Свекола тоже вот растет. Такая пышная. Здесь еще один сорт морковки. Наконец-то капуста брокколи начала завязываться. Вот такие вот кочаные капусты. Ну то есть только она начинает. Надо будет потом вот так вот ее листьями прикрывать. Если солнце будет жарко. А если пасмурная погода будет, то и нормально и так. Такая капуста. Здесь еще поменьше. Цветная там сидит. Еще не завязалась. Скоро распустятся шафраны. Будет красиво. Вот такие большие кусты одиночные. И там кукуруза растет. Попозже посадили ее. Но на земле она немножко хуже растет. Здесь уже капуста вот такая вот. Срываем ее. Надо прибраться. Тут будут листья убрать. Такие большие кочаны. Это капуста старт. Она не трескается. Видите? Плотный-плотный кочан. И вообще не трескается. Этот тоже плотненный. Хотя вот этот уже начинает все-таки трескаться. Ну хотя на упаковке указано, что она устойчива к растрескиванию. А вот эта июньская. Вот заметно она отличается. Июньская такая вот. Как бы темно-зеленого цвета листва. А вот у этой, видите, светло-такая зеленая. Ну а июньская она всегда, в принципе, когда большая вырастает, растрескивается. Там капуста кальраби. Надо срывать ее. Перерастет. Такая капустка. И вот на другой грядке лук оксибишен. Здесь он как-то пореже посажен. Такие вот луковицы уже нарастают. Вот по нему заметно, как выталкивается он из почвы. Такие луковицы у него оксибишена. И вот так вот цветет красивыми, такими большими шарами лук-порей. Огород, картошка, осод вот этот. Постоянно его вырываем. В общем, от него не избавиться никак. Такая вот трава. Вот она даже не выдергивается с корнями. Березка тоже только пропорщина. Она опять растет. Здесь дыня одна. Куда-то не туда пошла. И вот такие вот шары лука. Перчик на земле растет. Надо будет его потом укрывать каким-то спонбондом, чтобы в августе именно теплее ему было. Помидоры тоже вот так вот подросли. Пышные стали. Но томатах на них особо нету. Как-то листва есть. У томатов нету. Одни листья. В общем, надо их подстричь. Состричь всю лишнюю листу. Они только начинают зацветать. Такие вот шапки луковые. Здесь еще капуста. Но в основном, конечно, картофель. Заметно, как все в этом сорняке. Вот в этом камыше. Ну, красиво картошка цветет. Дыни вот здесь так разрослись. Не знаю, будет толк с них или нет. Но главное, что в принципе растут. Пустое место было. Их сюда высадили. Такой вот уже. Бобы такие вот. Тоже растут. Они уже скоро будут. Нормальные такие бобы может быть взрывать. Земляника продолжает свистеть. И завязывать ягодки. Такие вот ягоды. На следующем кустике. И дальше. В общем, вот такая вот земляника. Это из своих семян. Такие кустики. Следующий тоже. Такие ягодки. Это уже поспело почти. Вот она и цветет. И завязывает ягоды. И вот такая вот поздняя капуста. Большие такие листья на ней наросли. Ну, надеемся, что будут и большие кочаны. Только они вот начинают завязываться. Пчелки с самого утра. Как работают. Носят нектар. Иронетки вот видно, что на этой иронетке нынче есть небольшие такие яблочки. И расцветает вот креопсис. Желтенький такой вот. Огурцы тоже растут. Вот эти похожие, которые первые садили. Они как-то уже начинают отходить. Ну, так уже. Токусов почти и нету как-то. А вот те, которые позже посажены. Вот такие вот они. Они пышные, зеленые. И там много огурчиков. Все в листве. С той стороны сейчас покажу. Здесь арбузики лежат. Такие вот. Вот такие вот огурчики. Только они зацветают, поэтому урожай будет позже. Здесь арбузы, дыни. Арбузики тоже вот. Большие такие, но лежат. Дыни тоже есть. Где-то вот такая дынька. Одна. Где-то была вторая. Где-то тут была. В общем, еще одна. Здесь нету. Цветут баклажаны. Такие вот они выросли. Вот такие вот баклажаны висят. Немного-много еще цвету. И белоплодные вот такие вот. Уже можно срывать. Они в принципе растут небольшие. Вот такой вот баклажан. И еще одна дынька. Какая-то полосатая. Здесь еще одна вот такая. Вот так вот пока. Больше баклажаны нету. Там вот одна. Была еще вторая. Куда она делась? Не знаю, куда ты убежала. Хотя была. А вон она, там дальше, наверное. Вот она спряталась. В этом году вот подсолнухи растут. И много подсолнухов. Нету большого. Такого одного. Вот такие небольшие. Сухо, поэтому и подсолнухи вот такие вот мелкие. Кабачков наросло прям очень много. Поэтому их уже прям, так скажем, навалом. Все в кабачках. И здесь кабачки выросли. Тоже внизу. Здесь срывали. Здесь должны быть. В общем, все взросло кабачками. Вот такие вот большущие уже. Ну, это на корм животных. И там тоже уже можно срывать прям небольшие на жарку. Эшульция растет вот в этом вазоне. Еще пока она не цветет. Только набирает цвет. Здесь еще одна небольшая петуния. И бархатцы распускаются. Ну, а эта петуния в больших вот таких вот вазонах. Растет, цветет. В общем, такая вот красивая расцветка петунии. Ну, вот стоит она прямо около пчел. Такой вот гул на пасеке. И расцветает бальзамин. Пчелка вот тоже и по нему летает. И привезли из леса пчел, которые попались в ловушку. Надо будет потом их пересаживать. Раек небольшой, но его надо будет подсилить. И с ним тоже все будет хорошо. Небольшой совсем. Не знаю, там рамки может быть три, а может и меньше. Какой-то вот такой совсем крохотный попался. Наши вот уже вот так вот летают, гудят. Лесные. Только вот одна пчелка взлетает, ну, и вылетает. Вверху несут, значит матка есть. Все с ним хорошо. И вот с кабачков, которых постоянно срываем, вот эти плоды, кабачки, в общем, они всегда и растут все новые и новые. Вот эти вот постоянно плодоносит. Один здесь большой остался, но пускай уже остается тогда. А которые обрываем, то они постоянно. Новые кабачки завязываются. И ромашка вот так вот зацвела. И по клубнике вот здесь растет лук красный. Здесь ягодки только вот они завязываются. Она позже была высажена. Усы надо обрывать. Ну, там есть такая красненькая ягодка. Такая вот красненькая. Вот так вот на земле растет она. Вот такая вот обычная картошка, но очень красивая. Зелень такая пушистая, все. А через месяц вся эта листва пожухнет. Вон там, наверное, подсолнух с одной головой будет. Потому что большой. Вот он скоро расцветет. Ну, и пчелки трудятся. И ройка вот этот нынешний. Ну, и сами основные семьи тоже все летают. Здесь тоже земляничка растет. Как-то ягод тут особо нету. Ну, а пчелки вот трудятся. Столько насеялось амаранта самосейкой. Потом надо будет что-то с ним делать. Подстригать его как-то, потому что пчелам он будет мешать. А может куда-нибудь его выкопать. Вот так вот они несут мед. Целый день. Вроде бы тут трое было. Сначала казалось большой, потом казалось не очень. Но так вот хорошо он летает. А вот так летают основные семьи. С верхнего летка особенно. Прям выходит. И все в поле. И расцветает гливинный зев. Вот такой вот получился обзор огорода и сада. Немножко. На 24 июля 2021 года. Ну, а всем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. И заходите, конечно, почаще в гости. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok